Музыка Профилактика всегда дешевле, чем борьба с болезнью. И профилактика начинается задолго до посадки. Это и соблюдение севоборотов, и подготовка семян, и условия хранения семенного материала, обработка семенного материала перед посадкой протравителями. Это все относится к профилактическим методам борьбы. Что касается внесения фунгицидов, то если уже болезнь начала проявляться визуально, что можно определить, что есть фитофтороз на листьях, на стебле, это уже потеря урожая. И дожидаться такого состояния не стоит. При угрозе вспышки заболеваний, а это резкая смена температурного режима, обильные росы, затяжные дожди, когда сравнительно высокие температуры в это время, то есть когда создаются оптимальные условия для роста и развития грибковых заболеваний, необходимо в любом случае, даже если растение полностью вот такое визуально свободно от болезней, необходимо проводить обработку. Для этого применяются для профилактики фунгициды контактного действия, системно-контактного, универсального, такие как Акарабата МЦ, прекрасный фунгицид. И, конечно же, лучший из фунгицидов для профилактической работы, который держит лист в защищенном состоянии на протяжении двух недель без проблем в любую погоду, в любых погодных условиях. Это, конечно, и Орвега. Плюс желательно добавлять еще к нему фунгицид Сигнум, согласно регламенту проведения. Орвега применяется в дозе от 0,8 до 1 литра на гектар и Сигнум до 250 грамм на гектар добавляется. При такой защите, по моему опыту, который я проводил в течение уже третий год, мы полностью защищаем растения, наземную массу, от и фитофтороза, и альтернариоза, что тоже немаловажно для картофеля. Еще я хочу добавить за профилактику. Здесь надо считать деньги не только на закупку и внесение препарата для обработки профилактической, но и о том эффекте, насколько повысится урожай от недопущения заболеваний. А это еще дополнительно до 15% урожая.